Скажите, пожалуйста, немножко подробнее, как вас мошенники пытались обмануть? После публикации объявления в интернете к вам звонки поставили? Значит, у нас, да, у нас в интернете все данные о Германе. И там данные, если кто-то видел его, кто-то слышал, сообщите по такому-то телефону. И там мобильные телефоны, домашние телефоны. И вот они звонят и говорят, мошенники. Ну, я говорила, что давайте обратимся в СБУ, пусть они займутся этим вопросом. Они как-то... Понятно, что говорят эти... Кто? Мошенники. Мошенники требуют деньги. Они говорят, ну, Рубан сказал, даже сам в последнее время он сказал, не идите у них на поводу. Значит, если мы освобождаем, мы освобождаем бесплатно. А эти люди, которые звонили, они обещали освободить вашего внука, если вы перечислите им? Да, 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 да. И указывали номер счет? Счет, да, номер счета, конечно, а как же. Да. И какие суммы называли? Ну, на начале 2000 долларов, потом 5000 долларов, а вот буквально где-то недели две тому назад 10 тысяч долларов. Как вы думаете, а не могут ли это быть какие-нибудь террористы, ДНРовцы, которые в самом деле удерживают Германа? Возможно, все возможно. Все возможно. Но они бы тогда дали поговорить с ним. Я так думаю, я так думаю. Вы пытались получить какое-то подтверждение о том, что это в самом деле? Да, 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 да. Услышать его голос, что он действительно живой. Но они этого не сделали. Вот они не могут этого сделать. Потому что это просто аферисты.